Итак, Наталья, как бы ты описала то, что тебя волнует? Меня волнует состояние моего младшего сына. Его состояние апатичное, нет энергии как будто у человека. Всё не по его, всё не нравится, всё неинтересно, ничего не хочется. Ну и, соответственно, с учёбой у нас моменты очень такие. Не хочу учиться, первый класс. Прямо с истериками каждое утро мы в школу собираемся. И ребёнок у меня сейчас 2 недели не кушает, отказался от еды, он только пьёт. Понемножечку сейчас буквально стал чуть-чуть кушать. И нет аппетита у него, нет желания, нет аппетита. И вот всё, жизнь какая-то, она бессмысленная для него. Скучно или неинтересно? Он это прямо так и произносит, что мне этот мир не нравится. Ну давай начнём с тебя. Не будем никого переделывать, тем более переделывать сына не будем. Твою реакцию сначала на это. Что именно, какие слова, какой последний момент был такой? На который у тебя сейчас идёт реакция прям? То, что он говорил, да? Ну, смотри, Майза, вот что из тебя идёт? Какие ситуации для тебя самые свидетельствуют, да? Что вот он, не нравится ему мир, что он апатичный. Что тебе рисуется? Представляется, вспоминается? Я вот прямо, я чувствую, когда я раздражаюсь, что вот ему ничего не хочется и ничего не интересно. Хотя я раздражаюсь. Состояние апатии. Я раздражаюсь. Хотя я раздражаюсь, что у него состояние апатии, ему ничего не интересно. Хотя я раздражаюсь, что у него состояние апатии, ему ничего не интересно. А когда это было в последний раз? Это каждый день. Ну, то есть сегодня, да? Ну, сегодня, да. А когда сегодня было? В три часа дня. Хотя сегодня, в три часа дня. Хотя сегодня, в три часа дня. А что произошло, что было сегодня в три часа дня? Ну, вот мы, я пошла его, повела на анализы. Мы сдавали анализы, сходили к врачу. Нам сказали, что по анализам все нормально. Никаких нет нарушений по здоровью. Но вот его состояние бледности, постоянно болит голова. И вот он, все время ему скучно жить. Он так говорит, мне скучно жить. Хотя сегодня, в три часа дня, когда я повела его на эти анализы? Хотя сегодня, когда в три часа дня я повела его на анализы. Что-то произошло, на что ты раздражаешься? Или вот сейчас у тебя, насчет этой ситуации, три часа дня сегодня? Какие эмоции? Ну да, я начинаю ему доказывать, что жизнь-то она прекрасная, интересная. И нужно заниматься чем-то, чтобы было интересно жить. А ему вот прям, ну что-то как-то ничего не хочется. И прям со школой у него идет, что его учителя, зачем они нужны, зачем мне эта школа? Я говорю, ну чтобы ты в жизни получил знания, кем-то ты стал, получил свою профессию, призвание. Хорошо, 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 хорошо. А теперь, какие чувства насчет этого трехчасовой ситуации у тебя сейчас? Беспокойство. Хотя у меня есть это беспокойство. Хотя у меня есть это беспокойство. А что там было в три часа дня, насчет чего беспокойство? Он сказал, я не хочу жить. Когда он сказал, я не хочу жить? Когда он сказал, я не хочу жить. Все равно принимаю себя глубоко и полностью. Все равно я принимаю себя глубоко и полностью. А он сказал там, в этой больнице, либо на улице, либо еще когда? По дороге уже домой. А беспокойство от 0 до 10, насколько сильно? поскольку эта тема уже у меня на протяжении вот даже нескольких месяцев он себя так проявляет на 10 точно потому что у меня состояние без беспомощности какой-то не понимаю что делать с этим а что больше беспомощности беспокойства непонимания что делать с этим еще каких-то что выходит на первый план отчаяние какое-то наверное даже еще она да на первый план выходит отчаяние да я не знаю как хорошо хотя насчет того что он сказал я не хочу жить по дороге домой хотя насчет того что он сказал что не хочу жить по дороге домой я чувствую сильное отчаяние я чувствую сильное отчаяние как ему помочь как ему помочь может насколько интенсивное отчаяние 10 а где в теле может быть где-то в теле ты чувствуешь ну в грудной клетке больше ощущается я все равно принимаю себя глубоко и полностью я все равно принимаю себя глубоко и полностью а что это может быть другую фразу сказать какую-то более которой тебе больше нравится ресурсная например я хорошая мать или там еще там что-нибудь я я принимаю свои чувства я принимаю себя и все что угодно ну да и что мне хочется конечно быть хорошей матерью для своих детей вообще себя чувствовать будет ли это для тебя ресурсной фразой я знаю что я где-то не уделяю достаточного внимания своим детям меня иногда тоже гложет ну тогда это неоднозначно будет ли это для тебя ресурсной фразой ну давай пока я люблю и принимаю себя елисей конечно правы в своем в своем вопросе но чем медленнее тем лучше и хотя она спрашивает а что с ребенком произошло несколько месяцев назад но ты пока не отвечай на этот вопрос я его чтобы все типа понимали что тут елисеева виктория задала хотя мне это отчаяние где-то в груди хотя мне есть это отчаяние где-то в груди насчет того что он сегодня в три часа дня сказал я не хочу жить насчет того что он сегодня в три часа дня сказал что я не хочу жить все равно люблю и принимаю себя я все равно люблю и принимаю себя вместе то отчаяние в груди насчет того что он в три часа дня сегодня сказал я не хочу жить насчет того что он сегодня в три часа дня сказала я не хочу жить и все равно люблю и принимаю себя глубоко и полностью по макушечке все это отчаяние у меня в груди все это отчаяние у меня в груди до хвы еще . все отчаяние у меня в груди все это отчаяние у меня в груди все это отчаяние у меня в груди все это отчаяние у меня в груди дышим простукиваем никуда не торопимся все это отчаяние у меня в груди все это отчаяние у меня в груди Все это отчаяние у меня в груди. Все это отчаяние у меня в груди. Насколько интенсивное отчаяние у тебя именно насчет 3 часа дня, когда он сказал, я не хочу жить? Из 10, ну, 8. Все это отчаяние у меня в груди. 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 Итак, насчет ситуации в 3 часа дня сегодня. Какие у тебя чувства? Что выходит на переплан? Страх. Насколько интенсивный страх? На 7. Это страх насчет этой ситуации? То есть эта ситуация вызывает страх? Или это страх насчет чего-то другого? Насчет его состояния вообще, которое на протяжении какого-то периода времени? Ну вот две недели то, что он не кушает. И почему я пошла анализы сдавать? Все в том, что он белый и бледный. Хорошо. Хотя у меня есть этот страх. То есть страх от того, что он белый и бледный? Или страх о представлении какой-то ситуации будущего? От того, что что-то происходит, а я не понимаю, как ему помочь. Не понимаю, что с ним. Что-то какие-то изменения и с каждым разом все хуже, в хуже эмоционально. Он очень нестабильный становится. То есть у него от агрессии до вот этой апатии. Происходят вспышки такие. И какая ситуация тебе вспоминается? То, что он бледный, на которую страх? Ну что что-то с его здоровьем происходит. Хотя я чувствую страх, что что-то происходит с его здоровьем. Хотя я чувствую страх за то, что происходит с его здоровьем. Например, какая ситуация? Ну вот то, что нет аппетита, он ничего не кушает. Я принимаю себя глубоко и полностью. Я принимаю себя глубоко и полностью. А какие примеры есть того, что у него нет аппетита и он не кушает? Ну недавний просто один из. Мне нужна просто конкретная ситуация. Он просто всегда говорит, я не хочу кушать, я не хочу кушать, я не буду кушать. Хорошо. Когда он вчера... У него как будто что-то... Он жует еду, он может покушать, пожевать ее и выплюнуть. Он не может ее внутрь себя сглотнуть. Когда последний раз это было? Вчера вечером. Хотя когда вчера вечером он не мог сглотнуть еду. Вчера вечером он не мог сглотнуть еду. Насчет этого сейчас у меня какие чувства? Ну какое-то переживание и... Ну это не паника, беспокойство. Это какое-то беспокойство, хорошо. Это не паника. Это какое-то беспокойство. Это не паника. Ага, хорошо. Беспокойство на сколько интенсивное? На десять. Алло, алло. Наташа, ты здесь? Алло. Меня слышно? Насколько интенсивное беспокойство? На десять. Глубоко полностью? Я принимаю себя сглобоко и полностью. Хотя насчет того, что вчера он не мог сглотнуть, я чувствую это беспокойство. Хотя насчет того, что он вчера не мог сглотнуть еду, я чувствую это беспокойство. А где в теле ты чувствуешь? ближе к горлу я принимаю себя глубоко я принимаю себя глубоко полностью хотя насчет того, что он вчера не мог вечером сглотнуть я чувствую это беспокойство ближе к горлу хотя насчет того, что вчера мой ребенок не мог сглотнуть еду, я чувствую это беспокойство во власти горла я все равно люблю и принимаю себя глубоко полностью все это беспокойство мне ближе к горлу 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 все это беспокойство все это беспокойство все это беспокойство насчет того что он не мог сглотнуть вчера вечером все это беспокойство насчет того что мой ребенок не мог сглотнуть еду вчера вечером. Насколько интенсивное беспокойство? Сейчас уже меньше. Насколько интенсивное? Четыре. Если тебе мои слова не совсем подходят, то говори свои слова и куда твое внимание движется, какие озарения идут, поправляя меня. Куда тебя... Что у тебя следующим слоем выходит? Что выходит на первый план насчет этой ситуации вчерашней, что он не мог сглотнуть. Какая эмоция? Эмоция, ощущение, все что угодно. Беспокойство еще выходит. Все это беспокойство. А гену в теле? Также в горле. У меня в горле. Уровень щитовидной железы. Все это беспокойство у меня на уровне щитовидной железы. Все это беспокойство у меня на уровне щитовидной железы. Следующая точка. Все это беспокойство. Все это беспокойство. насколько интенсивное беспокойство сейчас уже меньше где-то на 2 ушло это беспокойство какая-то раздражение наверно раздражение тело начало реагировать в ногах все это раздражение хорошо все это раздражение на эту ситуацию или на что-то другое ну на эту ситуацию мне же хочется чтобы у него все было хорошо а я раздражаюсь почему то что-то идет не так. Все это раздражение, что что-то идет не так. Хотя насчет этой ситуации, что вчера он не мог сглотнуть. Насчет этой ситуации раздражения, да? Ну, уже не то, что в вчерашней ситуации, уже идет в целом как будто картинка вот этого вот того, что аппетита нет у него на протяжении двух недель. И на протяжении двух недель вот это сейчас как будто раздражение, оно поднимается в теле где-то. Хотя у меня есть это раздражение, что в течение двух недель у него нет этого аппетита. Хотя все это раздражение, что в течение двух недель у него нет аппетита. Я все равно принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно принимаю себя глубоко и полностью. А какая ситуация тебе рисуется, что вот у него нет аппетита? У него внутреннее переживание, внутренний стресс с учебой связанный. И с отношением, наверное, с отцом. Потому что я его спрашивала, переживает ли он в последней ситуации, когда папа его угрожал приехать и со мной расправиться. Он это слышал, он это как бы внутри себя подавил. И сложно его вытащить из него что-то. Он говорит, я все равно не скажу. И вот он внутри вот это все держит эмоции подавленные. Хотя он держит. А если бы ты простукивала по его ребру ладони, он бы позволил тебе простукивать по его ребру ладони? Да, думаю, да. Хорошо. Как тебе кажется, что он чувствует? Что за эмоции он подарил? Ему страшно. Он переживает за меня. Когда папа звонил, у него был позавчера день рождения. Звонил папа его поздравить. Он не хотел с ним разговаривать. Хотя у него, давай так, хотя, может, как бы по его ребру ладони, тут особо нет каких-то строгих правил, да, у суррогатного таппинга. Можно и так, и так, и эдак, и как бы все нормально. Покатит как угодно. Хотя у него есть какие-то переживания и страх. Хотя у него есть какие-то переживания и страх. От того, что он слышал. От того, что он слышал. Здесь и сейчас я в безопасности. Здесь и сейчас я в безопасности. Хотя у него есть какой-то страх и какие-то внутренние переживания, которые он подавил. Хотя у него есть какой-то страх и внутренние переживания, которые он подавил. Здесь и сейчас мы в безопасности. Здесь и сейчас мы в безопасности. Как тебе кажется? Прямо в грудной клетке идет вот здесь сдавливание у меня. Хорошо. А как тебе кажется, какая основная там эмоция у него? Страх. Хотя у него в основном есть этот страх. Хотя у него в основном есть этот страх. И как тебе кажется, в какой момент он появился? От каких слов, событий? В какой момент именно? Ну он слышал, что приедет, когда отец сказал, я приеду и разобью тебе рожу. Когда он услышал, что я приеду и разобью тебе рожу? Когда он услышал, что я приеду и разобью тебе рожу. Здесь и сейчас. Мы в безопасности. Сейчас. Мы в безопасности. Хотя, а насколько, как тебе кажется, у него этот страх и где он в теле? Ему тяжело дышать, вздыхать. Он постоянно вздыхает. Но вот как раз уровень горла чуть-чуть ниже. Хотя ему трудно вздыхать и где-то страх этот есть на уровне горла. Хотя ему трудно дышать и этот страх у него где-то есть на уровне горла. А ситуация сколько недель назад было? Когда? Так, это было в начале марта где-то примерно так. Каким бы нейтральным словом ты назвала эту ситуацию? Но нейтральным. Например, начало марта. Начало марта. Хорошо. Хотя насчет этой ситуации начало марта. Хотя насчет этой ситуации в начале марта. У него страх, от которого ему трудно дышать? У него страх, от которого ему трудно дышать. Здесь и сейчас мы в безопасности. Здесь и сейчас мы в безопасности. Простук ее по своей макушечке, но как будто бы по его. Ну, то есть, представляя. Раз-раз. Так, сейчас погоди. У меня тут что-то вылетело. Вот сейчас и на меня. Да, да. Весь этот страх, как будто бы по его. Весь этот его страх где-то в районе горла. Весь этот страх у него в районе горла. Вдох, выдох. Следующая точка. Весь этот страх где-то в районе горла. Где-то в районе горла. Вдох, выдох. Весь этот страх. Весь этот страх. Мне хочется позевнуть, а я почему-то не могу. Ну, это все равно работает, все равно. Весь этот страх, который мешает дышать. Весь этот страх, который мешает дышать. Вдох, выдох. Весь этот страх, который мешает дышать. Весь этот страх, который мешает дышать. О, Михаил, здравствуйте. Бородок, весь этот страх, который мешает дышать. Ну, 10, да. 10 есть. Под рукой весь этот страх. Весь этот страх. По макушечке весь этот его страх. Весь этот его страх. Весь этот страх, из-за которого не хочется жить. Весь этот страх, из-за которого не хочется жить. Интересно, какие выводы я сделал про взрослых? Как? Интересно, какие выводы я сделал про взрослых? Интересно, какие выводы я сделал про взрослых? Как тебе кажется, какие выводы он сделал про взрослых? Потому что они опасности несут. Они опасности несут, хорошо. Чему еще я... Нет защищенности. Нет защищенности, да? Какие выводы я сделал про школу, про телефонные разговоры, еще про что-то? Про школу у него всегда идет такое, что его ругают. Что его... Даже чуть повышая на него голос, у него ощущение, что его ругают, и все, и его осуждают. Бородок, отлично. Вот еще история. Он не хочет быть лидером, потому что лидера спрашивают. И на физкультуре даже он первый день пришел, он доволен, что он первый в строю стал. На второй раз его уже... Все за ним бегут, он уже пришел раздраженный. Я не хочу быть лидером, потому что все за мной бегут, а на меня кричат. Я не слышу, что топот детей вот в спортзале. Ему что-то говорят, а он не услышал. На него чуть повысили голос, и все, и у него сразу вот этот страх, что его ругают. Подруга, а весь этот страх, что его ругают? Весь этот страх, что его ругают. Какая ситуация возникает? Вот это вот с физкультурой, или может какая-то еще? Раз, раз. Какая история возникает? Страх, что ругают. В какой ситуации ругают? Ну, что он делает что-то неправильно, поэтому его ругают. Физкультура? Ну, мне интересуют просто конкретные ситуации, конкретные истории, которые он чувствует, что его ругают. Если даже он что-то, его учитель спрашивает в школе, а он не расслышал, ему повторяют чуть, ну, уже с акцентом на то, что Рома там, ну, то есть чуть повышая даже голос, немножко повторяя ему, он уже воспринимает это, что его ругают. А если его ругают, у него сразу идет отторжение от всего. Я не буду это делать, потому что у меня все равно не получится, меня все равно будут ругать. И когда было в последний раз? Я говорю такую фразу, что смысл мне учиться, если во втором классе я буду дворщиком. Ну, то есть заранее. У меня все равно ничего не получится. Ну, хорошо. Когда в последний раз такое было, что у него было отторжение, потому что на него повысили голос? Ну, вот дней пять назад. Давай, пореберу. Он воспринимает, что на него повышают. На самом деле никто не повышает. Но он воспринимает это, любое обращение к нему, он воспринимает как то, что его ругают. Хорошо. Хотя пять дней назад. Хотя пять дней назад. У него была ситуация, как бы ты назвала эту ситуацию? Как ее назвать-то? Ну, ситуация в школе, на уроке. Просто чтобы это была конкретная ситуация. Каким-то нейтральным названием. Но чтобы это было... Мы всегда понимали, что это вот именно та ситуация. Когда его спрашивают или что-то ему делают замечание в школе. Что что-то он делает не так. Как это назвать? Что это был за урок? Давай тогда. Ну, он в первом классе, там на каждом уроке у него идут какие-то моменты. Ладно, понял. Хотя насчет этой ситуации пять дней назад. Хотя насчет этой ситуации пять дней назад. У него, как ты думаешь, какая эмоция выходит на первый план? Ну, у него идет внутри раздражение. Хотя, как бы, оно и страх там, и... Даже нет, не раздражение, а разочарование, наверное, что у него что-то не получается. У него разочарование, что что-то у него не получается. У него разочарование, что что-то у него не получается. Здесь и сейчас мы в безопасности. Здесь и сейчас мы в безопасности. Хотя у него... А насколько интенсивное раздражение, как ты думаешь? Ну, он каждый раз приходит со школы, швыряет рюкзак и говорит, я больше туда не пойду. И утром собирается с истериками в школу, что я заболел. Он прямо говорит, я заболел, меня не води, переведи меня на домашнее обучение. Мне учителя, я не хочу учиться с учителями. Все они там такие-сякие, раз такие. Я все равно принимаю себя и всех. Здесь сейчас мы в безопасности. Давай так. Здесь сейчас мы в безопасности. Здесь и сейчас мы в безопасности. Итак, какая тебе история сейчас более актуальна? Что он швыряет, когда приходит? Что он, наоборот, с истериками не хочет идти утром? Ну, наверное, утром. Утром больше у него вот это состояние возбуждения. Когда? Какое утро тебе особенно сейчас всплывает? Ну, например, сегодняшнее. Хотя сегодня утром у него было очень сильное отторжение. Отторжение от школы, отторжение от еды потом. Отторжение от школы, отторжение от еды. И на этот счет у меня такие чувства. И на этот счет у меня чувство раздражения. Насколько интенсивное у тебя чувство раздражения насчет его отторжения утром? Ну, на пять. Я принимаю себя глубоко и полностью. Я принимаю себя глубоко и полностью. Хотя у меня есть это чувство раздражения на его утреннее отторжение. Хотя у меня есть чувство раздражения на его утреннее отторжение. А где в теле у тебя раздражение? Ну так же на уровень между горлом и грудной клеткой. Я всё равно принимаю себя, пятая чакра, короче, я всё равно принимаю себя глубокой полностью. Я всё равно принимаю себя глубокой полностью. Хотя у меня есть это какое-то раздражение на его отторжение. Хотя у меня есть это раздражение на его отторжение. Где-то в пятой чакре. Где-то в области пятой чакры. Я всё равно принимаю себя глубокой полностью. Я всё равно принимаю себя глубокой полностью. Всё это моё раздражение. 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 Всё это моё раздражение в области пятой чакры. все это мое раздражение в области пятой чакры все мое раздражение в области пятой чакры все это мое раздражение на сколько интенсивное раздражение сейчас уже меньше ушло на два все это мое раздражение на его отторжение на что это похоже какие выводы ты делаешь какие ты говоришь тебе слова фразы внутри в тот момент ну да ну либо вот даже сейчас на какие-то выводы делаешь нужно быть спокойнее просто и помочь ему своим спокойствием ему нужно помочь своим спокойствием а раздражение каким-то фразам выводом тебя подталкивает а раздражение ну я я раздражаюсь и потом себя начинаю ругать почему я это делаю ну то есть ничего этим не решу только усугубляю ситуацию я раздражаюсь на себя я раздражаюсь на себя а когда он не ест ты тоже раздражаешься на себя ну да бывает а это ничего не напоминает тебе ну так его поведение него вообще ну транслирует мои состояния да какие то наверное мне кажется что ну я могу свою версию сказать да что какой-то ваш раз разлад отцом соответственно как-то вот так вот влияет и что ну ребенку ребенок он отчасти напоминает напоминает тебе себя и на и можно спутать своего ребенка внешнего ребенка со своим внутренним ребенком все например там истерита то что ему не дали пятую конфету а ты думаешь что ой это напоминает мне меня в пять лет когда у меня со мной случился ужасный кошмар о да я тебя пожалею давай мы тебя спасем там ну это одна история да что тебе внешне твой ребенок напоминает твоего внутреннего ребенка или твоя часть часть тебя которые что-то что-то не дали ты пытаешься своему ребенку что-то дачу на самом деле ему нах не сдалось это нужно дать твоему внутреннему ребенку это один момент а второй момент он же напоминает твоего от кого ребенок мужа да то есть он напоминает тебе твоего внутреннего ребенка и мужа соответственно ну и тот и другой аспект присутствует потому что даже вот бывает такое меня проскальзывает что я знаю своего бывшего мужа какие-то повадки его он прямо транслирует и даже иногда проходит фраза что как он похож ну да это может и это может вызывать в тебе какую-то реакцию ту же самую которую нам на бывшего мужа есть такой момент да он прав он проскальзывает собственно два вот этих варианта и тот и другой имеет место быть да но нас то что мы сейчас на наблюдали это в первую очередь его какая-то напуганность вашим вот этим вашими вот этими вот да сильная напуганность то есть он слишком тревожен слишком тревожен на него даже нельзя повысить голос иначе все начнется это говорит о гипер тревожности соответственно как эту гипер тревожность надо снимать как ее можно снять ну наверное суррогатным таппингом вот этих всех событий что типа в школе его там отругали или там недо что-то не что-то то есть случилась какая-то ситуация которая его триггерит ну соответственно просто чать его эмоции на эту ситуацию чем можно делать ему простучать нет тебе потому что ты будешь лучше работать со своим внутренним ребенком работать ты думаешь думать что ты типа типа за него простукиваешь на самом деле это где-то прорабатываешь своего мужа где-то прорабатываешь внутреннего ребенка Вот сейчас прям такой вдох-выдох хороший произошел Полноценный Потому что где-то застревала Не могла вдохнуть, застревала в горле Сейчас прям вдох-выдох хороший Хорошо Клубочек какой-то зацепил Какие чувства у него, как тебе кажется На ситуацию начала марта? Тревожность Опасность А насчет 5 дней назад? Ну, то же самое, наверное А какими бы аналогиями, образами Ты бы описала ваше отношение с бывшим мужем? Метафорами, фразами? На что это похоже? Первое слово было ужас Ужас, хорошо Хотя между мной и бывшим мужем ужас Хотя между мной и бывшим мужем ужас Насколько этот ужас ужасный? Минус 10 просто ужасный ужас Ноль никак А плюс 10 это что-то классное, офигенное и так далее Ну, я какие-то уже слои снимала Прорабатывала все ужасы, которые там зашкаливали у меня Так Начально Где-то, ну, минус Минус 5, наверное Хорошо Хотя у нас бывшим мужем Хотя между мной и бывшим мужем Ужас на минус 5 Хотя между мной и бывшим мужем ужас на минус 5 Я все равно принимаю себя глубокой полностью Я все равно принимаю себя глубокой полностью Хотя между мной и бывшим мужем ужас на минус 5 Хотя между мной и бывшим мужем ужас на минус 5 И есть какие-то примеры, что между нами ужас? Ну, то что угроза с его стороны постоянная Да, я все равно принимаю себя глубокой полностью Да Я все равно принимаю себя глубокой полностью Весь этот ужас на минус пять между мной и бывшим мужем. Ну, например, какие угрозы, когда какая история тебе вспоминается? Ну, его фраза, что приеду, тебя рожа пробью. Да, не обязательно все проговаривать, но обязательно, чтобы это было что-то конкретное. Ты понимаешь, мне важна конкретика, но мне не обязательно, чтобы это было прям действительно проговорено и так далее. То есть это все зависит от, насколько тебе легко. Да, это было вот... Получаются его фразы, касаемо того, что он приедет и, допустим, мне нанесет какие-то телесные повреждения. Что он украдет детей, заберет детей к себе. Он прямо этим манипулирует всегда. Да, и этот мой страх очень похож на то, чего боится мой сын в школе. Страх, что мне что-то снова скажут, что-то плохое. Страх, что мне снова скажут что-то плохое. Другое, или дальше что-то сделают. Блин. Что-то там сказал, я не расслышала. Или что-то сделают. Или что-то сделают. Этот страх передается моему сыну. Этот страх передается моему сыну. Весь этот страх. Весь этот страх. Тебе вспоминается, выходит на первый план вот эта история, да, начало мая? Марта, да. Марта, да. Начало марта. Хорошо. Насчет... Какие эмоции на первый план у тебя выходят насчет этого? Вот сейчас насчет этой истории мы пока туда не погружаемся. Не подходим. Ну, сейчас у меня какое-то спокойствие уже. Нету страха. Я его не чувствую. Какое-то безразличие. Безразличие. Хорошо. Я знаю, что это плава, и они не прикреплены к действию. А вот у той Наташи, которая там, в телефонном разговоре, какие чувства? Тоже безразличие. Хорошо. Страха нет. А что по другую сторону этих отношений? Что там у этого мужа? Ненависть. Ненависть. Хорошо. Насколько интенсивная у него ненависть? На сто. На сто. Извини. Хорошо. И от чего это ненависть? То, что я покрестила своего ребенка без его ведома. Когда это было? Когда это было? Три года назад. А до этого все было прекрасно? Нет, конечно. Я же развелась. От того, что я вообще развелась. Хорошо. То есть что-то пошло не по его плану. И не обязательно, чтобы был сейчас контакт. Но если ты будешь простукивать по его ребру ладони, он тебе позволит вообще простукивать по его ребру ладони? Бывший муж? Да. Я думаю, да. Хорошо. Хотя у него есть эта ненависть, что все пошло не по его плану. Хотя у него есть эта ненависть, что все пошло не по его плану. Ну и, в принципе, вот эта поверхностная ситуация с покрестила-не покрестила подойдёт, потому что она конкретная. Насчёт в какой момент, может, что-то вспоминается, то есть насчёт что вызывает эмоции? То есть ты уже покрестила, и он узнал об этом. То есть в какой момент он начал испытывать эмоции? Что я с ним не согласовала этот момент. Он хотел своим людям какого-то человека сделать крёстным, а я покрестила без его согласования. Он так и прям фразу эту говорит, ты меня не спросила, ты меня со мной не посоветовалась. Да, хорошо. Когда он говорил эту фразу, ты меня не спросила, ты со мной не посоветовалась? Когда он говорил эту фразу, что ты меня не спросила, со мной не посоветовалась. Он чувствовал какую основную эмоцию? Ненависть. Ненависть. Насколько интенсивна? Озлобленность, гнев. Озлобленность и гнев? Да. Насколько интенсивный гнев, озлобленность? Ну, максимум. Я принимаю себя. А, я принимаю хотя бы себя. Наверное, да, я принимаю себя. Или какая фраза была бы ресурсной? И здесь и сейчас я в безопасности. Да, здесь и сейчас я в безопасности. Где он в теле чувствовал эту ненависть? В области живота. И хотя он испытывал эту ненависть в области живота. Когда говорил, ты со мной не посоветовалась. Когда говорил, ты со мной не посоветовалась. Я все равно принимаю... Здесь и сейчас я в безопасности. Здесь и сейчас я в безопасности. Слушай, вся эта ненависть. Вся эта ненависть. Вся эта ненависть у него в животе. А вот давай такой фокус-фокус еще сделаем. Если посмотреть вокруг пространстве... О, Михаил пишет «Привет! Привет, Михаил!» Значит, смотри, вот вокруг тебя 360 градусов, да? Как ты думаешь, откуда эта ненависть идет? Вот просто, знаешь, чисто вот от оттуда. Как бы, знаешь, так вот... Географически вот где-то вот источник, где-то там. На него идет или на меня идет с его стороны? От него идет к тебе. От него ко мне. С затылка. Хорошо. Со спины. Это сколько градусов? Ну, вот так чисто. Вот чисто прям жестко. Развернуться то сколько? 180 получается. Рукой. От него идет на меня ненависть со спины. От него идет на меня ненависть со спины. Ну, или как бы к моей спине. Ну, понятно, да, что типа ко мне идет. Да. От его живота... От его живота со стороны спины идет. Это ненависть. От его живота со стороны спины идет ненависть. А как ты думаешь, на сколько интенсивно? На 10. На 10 идет ненависть. На 10 ненависть. А как ты думаешь, от чего? От какого события? Ведь мы же брали с тобой... Ну, уже как бы... Когда он выражал. А что его триггернуло? Что за тело? Что за... Из-за какого события? Что я с ним не... Ну, как бы... Что вообще я его... Не посчитала нужным спросить. Да, ну, хорошо. Ну, мне нужна... Видишь, это обобщенная фраза. Не посчитала, нужно спросить. А вот, например, он пришел, узнал, что ребенок покрестили. И, например, он заходит, или там ребенок заходит, или ты там говоришь, мы покрестили ребенка. Это уже конкретная ситуация. Вот нужна конкретная ситуация? В конкретный момент, когда у него это... Зарвало? Зарвало, вызвало эмоцию, ненависть, там еще что-то. Ну, когда я ему это сказала... Три года назад сказала, да? Ну, да, получается. Это была весна, лето, осень, зима. И снова весна. Это была... Это было... Это было лето. Угу. Хотя летом... Это даже осень. Когда летом я ему... А какую фразу ты не помнишь? Нет, а сказала я ему осенью, покрестили. Летом я ему сказала же не сразу, позже сказала, осенью сказала. Хорошо. Хотя от того, что я осенью сказала ему, что я покрестила ребенка. Хотя, когда я сказала осенью, сказала... Хотя, когда осенью я сказала ему, что я покрестила ребенка. Угу. Он со злостью сказал, что сказал, что там... Ну, у меня оскорбления всякие посыпались на меня. Посыпались, оскорбления. И какая основная эмоция посыпалась? Гнев. Гнев. Насколько интенсивный от него посыпался? Десять. А где в теле? У него где в теле было? У него где в теле, да. А где... В голове. В голове. Я принимаю себя глубоко. Здесь и сейчас я в безопасности. Давай такую фразу. Здесь и сейчас я в безопасности. Хотя, когда я сказала ему, что я покрестила ребёнка. Привет, Алина! Хотя, когда я сказала ему, что я покрестила ребёнка. У него посыпался гнев. У него посыпался гнев. Из головы. Из головы. Я всё равно... Здесь и сейчас я в безопасности. Здесь и сейчас я в безопасности. А сейчас ты ощущаешь этот гнев? Он как-то идёт в пространстве по отношению к тебе? Нет, я уже не чувствую. Ну, как-то уже оно не ощущается. А он позволит... Чувствовала. Сейчас нет. Он же позволит проступить по его ребру ладони вот в тот осенний момент? Я думаю... Не знаю даже. Ну, думаю... Не знаешь. Понимаешь, нам как бы... Я не уверена. Нам важно... Да. А с кем из близких ты вот кроме него, до него, ты испытывала вот это, что в твой адрес идёт какая-то ругань? Или что рядом идёт какая-то ругань? С кем делилась я? Нет. С кем ты такое испытывала до своего бывшего мужа? В смысле, в каком возрасте когда это было? Ну, смотри, как я мыслю, я сразу тебе выкладываю. Тебе видно, что ты всё время как-то там прорабатываешься, что-то там прорабатываешь, работаешь там и так далее. Это прям видно. Вот. Но всё равно может что-то ещё осталось. И раз это было что-то там случилось в конце марта и раз мы говорим про историю с твоим ребёнком сейчас, значит ещё что-то осталось. Потому что если бы ты всё проработала, то всё бы уже... Да, сейчас бы оно не всплыло. И если я буду задавать про факты твоей судьбы, то это будут просто какие-то факты, какие-то архивные записи, которые в принципе может вообще никак не влияют на твою жизнь, на твоих детей и так далее. Поэтому мне важно просто задать вопрос и что из тебя пойдёт на эмоциях? И поэтому я задаю вопрос такой тоже, чтобы ты типа на эмоциях как бы ответила, да, как тебя понесло. С кем там кому ты привыкла получать в свой адрес ругань, да, то есть я так задаю, рассчитывая на то, что кто-то что-то всплывёт. Может быть, не только... Да. До него именно, да, до знакомства с ним, да? Да, или почему, например, ты такие сделала выводы, что на тебя можно кричать, что тебе можно угрожать, что от мужчин нужно защищаться, что как бы на крик, что вот они не говорят спокойно, они на крик переходят, или что в отношениях это нормально, когда ты что-то делаешь летом втихую от мужа и только осенью об этом ему сообщаешь, да, то есть как бы это уже звоночек очень серьёзный, но это по поводу отношений в прошлом, то есть сейчас это уже может быть не так, это я просто к фактам придрался, да, а к фактам мне нельзя придираться, потому что это всего лишь факты, да, представляешь, психолог говорит, это всего лишь факт, мне гораздо важнее, как тебе представляется, твои фантазии, а другие все наоборот, типа, уберём фантазии и представления, главное это факты, а у меня наоборот, видишь, это всего лишь факт, что ты летом покрестила, только осенью сказала, но мало ли. Наверное, я в детстве видела поведение родителей такое. Ну, наверное, не знаю. то, что у меня в первую приходит первой в голову. А от кого, вот смотри, вот идет от кого-то ругань тебе в спину, с правой стороны, может быть. Ну, смотри, вот когда я по ощущениям, да, что когда меня в детстве ругали, мне приходилось что-то скрывать. Да. То есть, это поведение уже с детства, да, когда на меня какое-то идет воздействие, не знаю, мою волю на мои действия, приходится скрывать. Ну, то есть, чтобы не получать люлей, как говорит. Да. Ну, больше это мама, наверное. Хорошо. Хотя мне приходилось как-то что-то скрывать, чтобы не получать люлей от мамы. Хотя мне приходилось скрывать что-то, чтобы не получать люлей от мамы. Я все равно принимаю себя, глубокой полностью. я все равно принимаю себя глубокой полностью. Хотя я скрывала что-то, чтобы не получать люлей от мамы. Хотя я скрывала что-то, чтобы не получать люлей от мамы. И, наверное, и какие выводы... Что? Я сейчас это делаю. Я сейчас это делаю. Я сейчас это делаю. Да, я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. Хотя мне так сложно быть открытой и искренней. Или как бы ты сказала? Ну да, хотя мне так сложно быть открытой и искренней. И если я буду открытой и искренней? И если я буду открытой и искренней? то что произойдет? Меня будут осуждать. Меня будут осуждать? Я все равно принимаю себя глубоко и полностью. Я все равно принимаю себя глубоко и полностью. Хорошо. Меня будут осуждать. Меня будут осуждать. Я должна все согласовывать и советоваться. Я должна все согласовывать и советоваться. Я должна... Что еще должна? Как я должна защититься от обсуждения? Что-то у меня вообще ничего не идет в голову. Ну, хорошо. А где, может, ты чувствуешь этот страх осуждения в теле? В горле. В горле. Подносим. Весь этот страх осуждения у меня в горле. Весь этот страх осуждения у меня в горле. Когда ты чувствовала страх осуждения в отношениях с мужем, с бывшим? В каких ситуациях? Ну, во-первых, все время, когда что-то я предлагала, мое мнение не учитывалось. Подавлялось. Агрессивно подавлялось. Мое мнение агрессивно подавлялось, когда что-то предлагала. Мое мнение агрессивно подавлялось, когда что-то предлагала. Например. Например. Даже поехать отдыхать с друзьями мое не учитывалось. Он только свое учитывал. Ему не хотелось, поэтому он меня агрессивно подавлял. Он меня агрессивно подавлял, когда мы ехали с друзьями отдыхать. А это когда было? Сколько лет назад? Сложно так сейчас вспомнить. Не обязательно высчитывать. Главное, чтобы это был конкретный момент. Ты как-то так назвала, что это был конкретный момент. Да, до рождения детей это еще было. Это был один раз? Такой, типа, вот до рождения детей. Это для тебя определяющее слово, которое определит конкретное событие. Ну, лет 14 назад это было. Что там произошло такого, что агрессивно тебя подавили? Твое мнение? Просто когда я предлагала поехать отдыхать, допустим, человек начинал говорить, говорить, да нафиг надо там с ними ехать, там такие-сякие, интересно, не хочу, не люблю. Это была осень, зима, лето, весна. Летом. Летом. он говорил, когда я предлагала, и я чувствовала что? Ну, я чувствовала состояние разочарования, злости, раздражение. А сейчас насчет этой ситуации, какие у тебя чувства насчет этой 14-летней ситуации, когда ты говоришь... Ну, сейчас не возникает. Еще, знаешь, сейчас была ситуация такая, что подавление вот было четкое, когда я работала тогда еще бухгалтером, а мне хотелось идти учиться на фитнес-тренера. Так. И я такая вдохновленная, я хочу там, ну, мне предложили выучиться на фитнес-тренера, я фитнесом все же сам занималась. И тут прямо очень жестко, вот сейчас у меня вот вспомнилась эта ситуация, она вот у меня сидит, что ты там дура такая-сякая, куда ты лезешь, и вообще сиди, работай, будешь, будешь по бухгалтерии там своими делами заниматься. И я не отстояла свою точку, ну, свое мнение, свое, свое желание, а позволила подавить себе, себя. Ну, то есть, как будто, по рукам вот так стукнули, сказали, нельзя. Знаешь, это когда было, когда дети родились, не родились, но это тоже... Это было вообще сколько лет назад, 14 где-то. А как это, то есть, ты вечером пришла, сказала, поделилась, да, что ты хочешь? я говорю, мне, говорю, предложили стать фитнес-тренером, ну, выучиться на фитнес-тренера, и мне очень хочется, мне это интересно, я этим занимаюсь, мне интересно. и в тот момент, вот, он жестко очень, типа, и агрессивно, мне сказал, ты там, с оскорблениями, такая-сякая, сиди и вообще не рыпайся, куда ты там полезла. Хотя, насчет вечера, когда я сказала, что мне предложили выучиться фитнес-тренером. Хотя, в этот вечер, когда мне предложили, когда я сказала, что мне предложили выучиться на фитнес-тренера. Насчет этого, события у меня сейчас, какие чувства? Сейчас, я прям чувствую, у меня поднимается вот это вот возмущение. Возмущение, насколько интенсивное? Ну, на восемь, наверное. Я принимаю себя глубоко и полностью. Я принимаю себя глубоко и полностью. Хотя, насчет этого вечера, когда я сказала про фитнес-тренера. Когда? Насчет того вечера, когда я сказала про фитнес-тренера. У меня поднимается это возмущение на 8. У меня поднимается это возмущение. Я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. А где в теле это возмущение? Горло. Хотя у меня в горле это возмущение. Комок прямо. Хотя у меня в горле это возмущение. насчет этого вечера про фитнес-тренера насчет этого вечера и фитнес-тренера и да я все равно принимаюсь глубокой полностью я все равно принимаю себя глубокой полностью все это возмущение у меня в горле это возмущение у меня в горле все это возмущение у меня в горле так привет юлия тут пишет алина блин чтобы не просыпал все приходит к родителям а начали все сына но не знаю насколько тут к родителям наверное да юлия другая урок крох пишет павел столько простукин у него наверное уже мозоли на точках не представляю какого психологом всю жизнь выслушивать чужие страдания именно для этого есть youtube чик именно для этого есть видосики которые делаются чтобы потом всех отправлять на youtube чик все это да видео волшебные пообщаешься поймешь что надо еще записать и записываешь все это возмущение в горле на сколько интенсивное возмущение насчет конкретного ситуации или насчет чего насчет конкретной вот этой ситуации под рукой все это возмущение насчет этой конкретной ситуации я не отстояла свое мнение я не стоял свое мнение желание желание я не отстоял свое желание мне как будто надавали по рукам свои желания надо скрывать желание надо скрывать иначе будешь терпеть осуждение иначе будешь терпеть осуждение как бы ты еще чтобы ты какие выводы я сделал из этой истории что свои желания надо скрывать чтобы не чувствовать негатив свои желания на скрывать чтобы не чувствовать негатив свои желания нужно скрывать чтобы не чувствовать негатив А если все-таки узнают? А если не получится скрывать? То, что будет дальше? Будет конфликт. Будет конфликт. Нужно отказываться от своих желаний. Лучше отказываться, да? Ну, да, лучше отказаться от своих желаний. Лучше отказаться от своих желаний. Нехорошо, так и простучим. Это все убеждения, которые ты можешь потом поработать с ними сама. Связанные с твоими желаниями. Что если мои... Что? Я часто отказываюсь от своих желаний. Да. А смотри, а я... Да, а ведь просто услышать свое желание и относиться к нему хорошо, это же не требует никаких действий, никаких денег, не требуется. Ты просто такой, о, у меня есть желание, о, я к нему хорошо отношусь. И все, и ты как бы ничего не делаешь. И оно уже просто от хорошего отношения к нему уже что-то начинает шевелиться. Да. Да, я сейчас могу так делать, да. Я же у тебя учусь. Да, и не надо при этом никому ничего рассказывать. Ну, то есть, это не обязательно. Есть там, знаешь, эти, типа, кричат коучи. Встань, появись, проявись, вырази себя. А кому ты выразишь себя? Вот я могу сейчас выйти на улицу, начать орать, чего я хочу. Никому же, на самом деле, не интересно, чего я там хочу. Хочу отношения к своему желанию, и все. Но есть вот этот страх, что кто-то, наверное, негативно будет. Вот его надо просто начать. Да. Да, что, ну, твое желание для кого-то, оно, кто-то с этим не согласен, он будет возмущаться. Да, это у нас уже убеждения, взятые из семьи. Выработанные убеждениями. Итак, ну, мы, давай вернемся к этому самому, как это, было возмущение насчет того, что, насчет этой ситуации, что ты сказала, выучиться на фитнес-тренера. Какие, какие чувства на этот счет? Ой, вот и пошла, у меня уже выход какой-то идет. А сколько интенсивное возмущение? Что сейчас я чувствую? Ну, сейчас уже у меня вот этот вот эмоциональный прошел пыл, когда я тебе рассказывала изначально, возмущение было. Сейчас оно уже ушло на минимум. Как вот снова насчет этого вечера, когда ты сказала 14 лет назад, что, вот, мне тут предложили выучиться. Как насчет того, что... Ну, вот просто вот... Да, да, да. Вот просто вот какие у тебя чувства насчет этой ситуации? Есть чувства? Сейчас именно, да? Ну, да, вот насчет того. Было возмущение на 8. Сейчас уже возмущения нету, уже какое-то спокойствие. Ну, уже спокойно, уже как будто что-то раз отошло, отпустилось. У меня прямо выдох произошел, вот с выдохом что-то раз и отпустилось. Да. Юлет Крох спрашивает, отказаться от желаний или скрыть их реализацию? Да, какая разница. Отказаться. Ну, мы как бы просто не отказываемся и не скрываем. Но мы не пытаемся, как это сказать, орать на всю Ивановскую, да. То есть это просто лишняя трата энергии, скажем так. Как простукивать длинными ногтями? Можно вот, может быть, вот так простукивать как-то боком пальца. И смысл все-таки, как бы, так как это пара, то нужно просто услышать, что же там такое, с чего же муж так возмущался. У тебя же тоже есть версии, да, почему он на самом деле возмущался. У него были свои страхи, связанные с тем, что ты пойдешь фитнес-тренером, тра-та-та, траля-ля. А когда у человека есть страх, он начинает контролировать. Контролировать невозможно, но все равно, но страх-то есть, и в поведении начинается контроль. Внутри страх, снаружи контроль. И вот типа, ну, что ты хочешь, ты либо подстраиваешься, либо валишь. И какой поток от мужа сейчас идет? Вот просто вот интуитивно, вот тут. И где географически вот, в каком направлении он находится сейчас? Вот так. Хорошо. Какое там чубство? Каким словом, на что похоже, какой метафорой ты бы описал ваше отношение сейчас? Было ли на минус пять? Ужас. Может быть, зря напомню. А как сейчас? Ну, ноль. Метафора. Наверное. Уже спокойствие какое-то. Спокойствие. Спокойствие. Принятие. То есть сейчас ноль. Ноль. Ну, то есть идет такое принятие, что где-то, естественно, у меня какие-то страхи срабатывали, у него какие-то страхи срабатывали. Он эмоционально там себя не мог сдержать и, соответственно, прикрывался своей агрессией. Ну, и я тоже самое вот в отношении ребенка, да, почему я раздражалась? Потому что есть какие-то страхи по поводу его здоровья, меня начинает раздражать, и я выражаю это раздражение. Как бы оно все по кругу вот так вот и транслируется. Страхи по поводу здоровья, они же в будущем. То есть что с ним случится в будущем? В будущем. Какая история тебе представляется? Болезнь. Хорошо. И насчет этой истории, а если бы она была, то она была бы когда? Когда бы она случилась? Продолжай потолочком простукивать. Вот чисто вот как будто тебе, как тебе кажется. Что тебе подсказывает твой страх? Так, мне пишут, благодарю за практику, в декабре проработала папа, результат неожиданный. Расскажи, пожалуйста, как ты проработала папу и какой результат. А мы тут пока продолжим. В ближайший год какая-то болезнь у младшего ребенка, да? Ну да. Ну что тебе там твой страшок нашептывает? Когда это будет? Нашептывает? Нашептывает. Через год. Через год. Это тоже весной, что ли, или когда? Да. А что может случиться? Ну на фоне его эмоциональных вот этих вот стрясок таких, да? Ну что случится? Я не знаю даже, какая там болезнь, но что-то будет какое-то нарушение. Будет какое-то нарушение. Что там за страхом прикрывается-то что? Нарушение на уровне там головного мозга. Будет какое-то нарушение на уровне головного мозга весной следующее. Нервная система головного мозга, да. И на этот счет у меня какие чувства? Страх. Насколько интенсивный? Ну сейчас уже не такой он какой-то страшный. Уже когда какой-то клубок идет разматываться, уже я понимаю, что... Ну небольшой, не знаю, на два, наверное. Хотя у меня есть страх на два, что у него что-то весной случится с головным мозгом. Хотя у меня есть страх на два, что у него весной случится что-то с головным мозгом. От каких-то нервных потрясений. От каких-то нервных потрясений. Я всё равно принимаю себя и его глубоко и полностью. И его глубоко и полностью. Если тут какой-то страх на два, а где в теле он есть? Проекция сердца. В проекции сердца я принимаю себя глубоко и полностью. Я принимаю себя глубоко и полностью. Хотя у меня есть какой-то страх, что через год в головном мозге у него что-то случится? Хотя у меня есть этот страх, что через год у него в головном мозге что-то случится. Я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. Я всё равно принимаю себя глубоко и полностью. Весь этот страх у меня в проекции сердца. 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 сердце. Весь этот страх в проекции сердца. Весь этот страх у меня в проекции сердца. Весь этот страх. Да. Подключился. Весь этот страх. Весь этот страх. Насколько интенсивный страх? Сейчас он уже ниже стал. Он уже как будто бы спал. Он есть еще? Нет. По ощущениям нет. Ноль. Хорошо. Так, мне тут ответили. По твоим видео на YouTube проработала папа в декабре. Изменилась не только папина отношения, но и руководителя мужчины. Отлично. А ты проходила поддержку рода? Я, да, прошла марафон. Я вот Настю как раз его советовала. А, вот оно как. Я тут поделаю поддержку рода всем. Супер, спасибо тебе большое. Так оно и должно, мне кажется, работать. Что все рекомендуют. У меня там столько проработалось. Просто. Просто вообще. Я всегда всем рассказываю, что у меня происходило. Вот какие моменты, когда я стучала. Это просто вообще невероятно. Да. А ты анкету заполняла? Потом? Там после? Где после? Я, по-моему, отзывы писала. Где-то под видео где-то я писала отзыв. Ну, я тебе ссылку скину. И, наверное, под этим видео, под записью, будет тоже анкета по поддержке рода. Все, кто не заполняли анкету, заполните. Потому что там уже тысячи просмотров. А анкету заполнили не так много людей. Есть еще те, кто не заполнили. Не видно было ее, где эта анкета. Я хочу ее распространять. Можно читать по второму кругу? Конечно. Это будет очень суперполезно. Тем более, что я еще вторую часть потом сделаю, чтобы, исходя из общения с этими людьми и читая анкеты, становится еще лучше понятно, как дальше делать видео из этой же серии. Она там же будет поддержка рода. Круто. Я такой ресурс вышел вообще просто обалденный. И все начало меняться. Начали события меняться, да? Да, да. Вот, вот, замечательно. И очень быстро. Ну, расскажи историю, чтобы другим людям стало вкусненько. Во-первых, когда я простукивала, у меня очень сильно выходило эмоционально. Я ревела, у меня была истерика жуткая, прямо на эмоциях у меня выходили, на папе особенно. У меня была жуткая истерика. Наверное, полчаса я просто ревела, плакала, стучала, слушала тебя и плакала. Потом у меня были, вот прям позевало-позевало постоянно. У меня зевота-зевота во время процесса. Даже какие-то рвутные позывы у меня были. Но для меня это уже было настолько, видимо, внутри держалось вот этого всего, что из меня выходило и завергалось все это. Ну, и после того, как я простучала, у меня пошло налаживаться с деньгами ситуация, выравниваться. Прямо так очень стремительно и интересно так все шло. Как-то раз-раз-раз легко. А выравниваться начало. И в отношениях с мужчинами у меня тоже как-то больше понимания пришло. Ну, какие-то уже моменты происходят, и понимаешь, что, к чему, почему происходит это все. Ну, круто вообще. Ну, супер, спасибо. Я сейчас даже уже со своей подружкой говорю, давай вместе встречать одновременно. Каждый день будем поле создавать. В общем, с завтрашнего дня мы решили поддержку рода встречать вдвоем. Вау, супер, круто. Да, ну, ты подписана в Инстаграме, все подписывались в Инстаграме, все, кто не подписались, тоже подпишитесь. И во всех прямых эфирах я, собственно, ради этого и выхожу в прямой эфир. Да, потому что вообще круто. Я прям балдею твоих всех этих таппингов. Как уже этот день начинается. О, супер, спасибо большое, спасибо. Алина пишет. Потому что, как Паша, таких нет и не будет. Ну, может и будет. Можно заполнить мне, а я не приходила в поддержку рода. Сначала пройди поддержку рода, забей поддержкой рода Таппинга на ютубе и пройди. И там, возможно, вот под этим видео, под записью я выложу ссылку на анкету. И плюс под последним 28-м видео, там, посмотри, там тоже должна быть ссылка на анкету, чтобы все прям, короче, прошли анкету, дали обратную связь, пишите в комментариях. Если вот ты напишешь на ютубе мне в комментариях, Паша, дай ссылку, то я все комментарии читаю, не всегда на них отвечаю, потому что лень. Но я стараюсь, я следую этому правилу золотому в социальных сетях. Если тебе оставили комментарий, тебе надо обязательно на него ответить. Поэтому, да, где посмотреть у тебя в ютубе, поэтому я все комментарии читаю, стараюсь отвечать. Ну, в общем, спасибо большое, Наташа, тебе большое за твою открытость. Тебе спасибо, Паша, прям неожиданно, когда меня в прямой эфир еще внесло. Но знаешь, я сейчас, почему вот это все сейчас даже произошло, и сегодня мы с тобой вышли в прямой эфир, я поставила в начале года цель наладить отношения с детьми, контакт, вот восстановить вот этот весь дисбаланс, который там происходил у нас на протяжении лет, нескольких. Ну вот, я проговорил, да, у меня нету детей, но как бы в силу проработок и общения с людьми вот два момента, которые могут портить. То есть, первое, что-то с твоим внутренним ребенком, то есть ты видишь в нем не его, а ты видишь внутреннего ребенка, реагируешь на своего внутреннего ребенка и не врубаешься, что ты свои плохие отношения с внутренним ребенком на него проецируешь, да? То есть улучшить свои отношения со своими вот этими аспектами, там, от нуля или там от минус девяти месяцев до, там, скольки-то там, до 14 лет, да? А у тебя нету марафона по внутреннему ребенку? Я буду все в поддержке рода. У меня задумка в поддержке рода как раз-таки выложить все, чтобы у меня были супер прокачаны люди. Все, кто прошли поддержку рода, все шарят. Я не договорил, это важный момент. То есть со своим внутренним ребенком триггер портит отношения. Твои отношения с твоим внутренним ребенком надо проработать. И твои отношения... Кого напоминает тебе ребенок? Всегда супруга. Если бы тут был мужчина, да, я бы сказал, то вот мать там ребенка, да, жена, тра-та-та. То есть своего внука он мне напоминает... Мой ребенок напоминает мне меня, и он напоминает мне вот этого вот супруга. Соответственно, хреновые отношения там либо здесь будут вываливаться и портить отношения с людьми. Отношения с людьми. Ну вот, хорошо, ты мне вот сейчас дал больше понимания вот этого всего. Теперь у меня есть план уже в дальнейшем, как проработаться. Ну, кстати, по поддержке рода, да, мне понравилось, что там мы прорабатываем вот эти детские аспекты наши, обиженные, недополученные, недолюбленные. Вот это прямо вообще в сердце стрела, как говорится. И это не вся правда. На самом деле я согласен с Сильвией Хартман. Она говорила, несправедливо смотреть в прошлое и искать только плохое. Это просто несправедливо по отношению к нашим звездным аспектам, тем, у которых плюс 10. Поэтому это тоже надо раскрыть, потому что они для тебя ресурс, и с ними тоже нужно лучше наладить связь. То есть те, которых не надо лечить, а наоборот, те, которые ресурс для тебя. Ну, это все. Это ресурс с детства. Да, да, которые они дают тебе, они могут тебе вытащить, помочь. Если ты положишь руки на грудь и спросишь, а есть ли звездный аспект, который может мне помочь в этой ситуации, например? Энергетическом, да, конечно, есть. Или там еще... А есть ли еще что-то, что может, ну, там, дать улучшить? Хорошая стать, сделать еще более лучшим, а лучшее сделать вообще великолепным и великолепно сделать гениальным тоже есть. И тут как бы не нужно зацикливаться на негативе. Ну, ладно. Да, круто. Потому что мы же идем прорабатывать. А что мы прорабатываем? Негативно. И опять копаемся, что-то там делаем. Исцеляем что-то там. Не впадаем в это. Да, но там же... Да, там же не только есть негативное, там же много очень хорошего всего. Да, мы же наменяем потом это все, перепрошиваем. Ну, это я потом все в поддержке рода 2, 3, там, 5, 10, я сделаю... Постепенно, постепенно все выстроится, постепенно. Из диалога с вами, из диалога с людьми. Вот чем больше идет диалог, тем лучше я понимаю, как надо двигаться. Да. Ну, ладно, все. Спасибо, пока. Спасибо большое. Спасибо тебе, Кошечка, огромнейшее. Да, да. Большого тебе вечера. Благодарю тебя. От всей души. Пока-пока. Пока. Пока.